Смотрите, ухоженный вид. Ради этого, это я написал, вырезай лобзиком по фанере, если тебе нужно что-то красивое. Кусовое качество? Согласен. Ускоряет срок созревания? Согласен. Но он же и ускоряет смерть. Смотрите, один из моих посылатов. Тут написано, ускоряет срок созревания. Никому в голову не приходит, там в другом месте будет написано, ускоряет срок жизни. Так вот, у каждого дерева должно быть детство. Никаких обрезок для улучшения. Нормальное детство, то есть, если ему положено, допустим, сеянцево. Абрикос сеянцево может заплодносить на 4-5 год. Сеянец, то есть, корнесобственное. Он же привитый, может заплодносить на 3-4 год. Ну, 2-й год это исключение из правил. Позже тоже. Вот. Но привили, уже искалечили, понятно. Отрезали же, значит, уже обрезка, раз отрезали подвой и мотали привой. Вот. Но главное потом любое вмешательство сокращает срок созревания, получается. Приближаем, а срок жизни сокращаем. А кому это надо? И вот смотрите, вот здесь вот человек взял, совершил величайшую глупую глупость из разных источников. Причем многое из этого противоречит друг другу. Вот. А я вам помню, тебе показывал вот это. И вот смотрим. Что интересно, вот это вот черешня, да? А черешневые сады, помните, проходили? Канчина учила убивать. Вот. А Канчина – это ведущая в России. Негодно, который спилил 15-метровую черешню, потому что у нее получаска 400 занимала. Вот. А Канчина – ведущая. Ну, ладно. Значит, полюбовались. Сейчас до нее вернемся к ней. Значит, вот мы, а Северный на моем саду. Вот здесь я отрезал. Видите? Вот. Что получил? Правильно. Мертвые ветки. А почему отрезал? Потому что кто-то из вас меня... Я черешню в этом году не привал. Кто-то из вас меня убедил, ну, пожалуйста, Константин Ильич, ну, пришли веточку. Вот это сразу. А это случайно? Вот это сразу смерть. Дальше пойдем. Сейчас это... Вот. Обратите внимание на это дерево. Это я соседу посадил. Это сразу моим забором. Вот. Чем она хорошо? Если вы вздумаете... Еще раз, листать неудобно. Если вы вздумаете... Я уже не с вами. Тут много тех, кто уже все это знает, что я говорю. Я говорю, ради Бога, в маля ходите, на колени перед экраном встану. Разошлите одному человеку и попросите его дальше выслать. Ну, у вас же адресов у каждого от пяти до ста. Вы же сидите в сетях. Пожалуйста. Ну, нельзя, чтобы там только грязь про меня писали. Вот это надо. Ролики, ролики, ролики. Вот. Смотрите. Если начинать делать обрезку, а она ниже там рассказывает, да? Вы ничего не заметили, да? Ну, то, что груша, это вы из меня догадались, да? То, что цветет тоже. Все цветы, все плодоношения на концах веток. Видите? На концах. Это свойство именно этого сорта. Это сварок. Такое же свойство обладает мелба. Помните, мелбу выше показывал. Вот. Ну, какое к черту это? Отрезать это все. А они же этого не знают. Смотрите. Груша воронежская. Видели? Она тоже обладает этими свойствами. На концах веток плодоносит. Они же этого не знают. Они же не вылазили. Понимаете? Сотни тысяч человек сделали себе сайты. Вот. И вероятность попадания на мой сайт все меньше, 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 меньше. Говорят, и случайно попал на ваш сайт, пишут. Но таких все меньше. Почему? Почему? Мой сайт утонул, так сказать, ну как, в океане в этом. Вот он наберет обрезка, он думает, что на мой сайт попадет. В этом будет смотреть. Нет. А человек старался. Он все собрал, как убить дерево. Сейчас увидите. Вот это вот он тоже никогда в жизни не был. Это надо сперва вырастить, а потом хлопнуть на себя пол и сказать, да и что-то эти дури маются. В чем людям это? Дальше. И вот человек пишет. При обрезке деревьев весной, первое дело, прореживают крону. Дело в том, что вот это привитое дерево, так, естественно, я его не обрезал. Вот он начал бы прореживать крону. Вот уже ветка вниз растет, вон внутрь растет. Сейчас пойдем дальше. По порядку. Я сейчас уже, может, последний раз, но еще раз повернусь к этому. Удаляет лишние ветки. Опять я говорю. Здесь нет ни одной лишней ветки. Допустим, на этой ветке, а это считается низкий штамп, это непорядок. Вот этот человек, если бы он сам решил вырастить сайт, не только учить других. Им же нужно заполнить сайт. А сайт сейчас служит только для того, чтобы зарабатывать. Там реклама и прочее. Он вас учит отрезать вот это, вот это, вот это. То есть понаделать утра. А эта ветка еще не зацвела. Тем более она опричена. Самое интересное, друзья, что, возможно, эта ветка не зацветет никогда. Но ее роль, об этом не знает ни один человек на планете, такое впечатление. Потому что я это читал только у самого себя. Только у самого себя. Больше нигде. Смотрите. Она кормит корни. Поняли? Отрежь ее, да что? Рано будет, и дерево будет хуже развиваться. Об этом я читал только у себя. Извините за хвост отбор. Идем дальше. И так, никаких лишних веток нет и быть не может. И опять пошло. Сильно загущает дерево. Слишком длин. К ним тяжело добираться при сборе плодов. И ради этого калечить дерево. Ты плоды-то получи. Они могут поломаться. Вот че могут, то могут. Вы знаете, я никогда... У меня было вот эти 13, 15, 16 год. По абрикосам. Три суперурожая. А, видели сколько филов я тут. По сурдинку их не один десяток сделал. Там, где мы ходили. Вот та самая. Ломает, ломает. Ну, несколько веток. Но ради этого, что у меня там на полсотни абрикосов к деревьям сломает 3 или 4 ветки. Ну, еще на груши как-то ломалось. Один год, одна, другой. Ради этого. А урожаи-то какие? Вы помните же? Стомашечные. Предельные. То есть уже больше не бывает. В принципе, не может быть. И ради этого калечить дерево. И вот человек начинает калечить. Это он с одного источника. Потому что сейчас я буду это... Ой. Вот начинается. Видите? Вот скажите. Вот эти вот, которые он отрезает, да? Видите? Это считается волчок негодный. Он через год начнет давать плоды. И вот этот. Я-то наблюдаю уже, да? И вот этот. В общем, наградил. Вот я могу над каждым этим так издеваться. Неудачный размещение. У дерева не бывает неудачного размещения. Давайте еще раз. Если это сиенец, он, как правило, имеет форму, ну, мягко говоря, как бы ее называть-то, ну, такую, симметричную. А вот взяли мы вот эту почку, да? Вот, допустим, вот эта почка была. А мы ее раньше бы отрезали и там окулировка какая-то, ну, привили. И у нас бы получилось дерево бы непропорционально. Ну, вот это еще повезло. Я специально не искал. Я же ради того, чтобы показать вам цветы вот эти, видите, цветочки. Что они на концах ради этого. Но получилось вполне приличное дерево. Но даже его, посмотрите внимательно. Вот. Оно считается загущенным. И даже его надо было бы это. Это не он. Это он слямзил. Вот. Просто слямзил. Смотрите. Видите, вот такими кусками. Вот я сейчас нажал, да, смотрите. Отпустил. Вот так. Вот эти. Это человек брал кусками из одного места, из другого. Вот. Ну, из всех авторов. Ладно. Смотрим дальше. Необходимо стремиться к тому, чтобы на одном уровне все-таки болеть знаково. Ну, вспомните мою игрушку. Вот. И пошло-поехало. Теперь. Знаете, где он слямзил вот этот? Вот. У него-то один просмотр. Если... Та там целый миллион научила убивать деревья. А вот пока одного. И тот одобрил там звездочку нарисовал. Это. Темирязевка. Это самая страшная вещь, которую Темирязевская академия придумала. Это с ее сайта. Вот. Все. Надо уничтожать. Ладно было бы там молодое дерево. Совсем молодое. Ранки маленькие, которые легко там это... Вот. Ладно. Еще один слямзил. Мы это проходили примерно. Помните? Это еще не все. И я уж сегодня оттянусь. И уж извините. На протяжении семь лет. Господи. Да. На седьмой год или на пятый сдохнет в афи дерево. Профилактика заболеваний дерева. Давайте так. Дерево, которое изувечено. Это яг. Платоново и Ганечкино. Которое, в общем-то, с какого-то этого... Сдуру. Кто-то их решил, что они правда что-то понимают. Вот. И пригласил этими феями работать. Так вот. Раны, это и есть самое страшное заболевание дерева. Если вам отрезать пальцы, друзья, на руках, на ногах, уши, нос. Вы... Можно ли... А у вас ничего нету. Грипп, не болеете, да? Вот. Язвы желудка нет. А только отрезаны руки, ноги, уши. Можете вы считать здоровым деревом? И вот после этого-то, когда дерево искалечится, оно начинает не просто болеть. На него накидываются все, кому не лень. Вот это подлая, еще одна подлая вещь, которая вот слябзла у кого-то. Видите? Все тут есть. Все виды обрезки. Ой, ужас какой. Да я думаю, это все. Сейчас вместе смеяться будем. Вот. Взрослые деревья надо уничтожать. Если на взрослом дереве много волчков, значит, в прошлом обрезка была сделана неправильно. От них надо избавиться. То есть, смотрите. Здесь написано, что обрезка неправильная. Появляются волчки. Любая обрезка дает волчки. Не неправильная, а любая. И получается, обрезов стимулировали рост волчков, и теперь от них надо избавиться. А? Еще одна дурь. Еще не все. Погодите. Вишня черешни. А, Канчина. Это не благодаря вам. Я раньше не называл вашу фамилию. Но когда-то должно было появиться. Возьмите быстренько, сочините новую книгу. Напишите опять превысательное хозяйство. Нарисуйте новую схему. Или просто руки прочь от черешни. Черешни настолько слабые на мороз, они настолько хрупкие, что любая обрезка их приближает к конец. Ни о каком продвижении на север не может быть идти речи. Даже не надо голову пеплом посыпать и писать, что вы эту самую книгу написали, так же, как эта самая Хромаренко, которая учит убивать деревья. Просто перестраивайтесь быстро-то. Надо же думать-то. Я же не просто тут просижу эти самые часами, сутками, получается. Я стараюсь-то, чтобы ваш этот вред минимизировать-то. Вас-то еще покруче же. Помните этот, я тут не догадался, я перефотографировал листья из вашей книги. Про лишние ветки. Ладно. Сейчас, погодите, я уже боюсь вот это читать. Опять, уже в другом месте. Но принцип тот же, калечим-калечим. Опять. Вот, опять. И ведь это надо было умудриться в одном этом, все собрать в одну папочку. Опять. Помните вот эту вот грушу, которая яблоня мелба, груша у это самое, сварог. И не только они, это только у меня фотографии их, яркие такие. Здесь, вот здесь, вот здесь. Все. Вот тут не было ни одного плода. Первый выражает. Только на концах ветра. А? Чего ты лезешь? Где это? Не вырастил ни одного дерева. Вот это, это все. Вот это вот, видите, схемки, да? Сколько я их видел? Раз двадцать уже. И это вылепил сюда. Еще не все. Вот. И вот это. Знаете как? Помните, как это? Первые три рисунка, человек, значит, учил, как загущать дерево, а последние два, как начинает их это, освобождать из густоты. Не соображая, что взял с двух источников, и даже не собирая, что натворил. Если после зимних морозов на дереве появятся волчки, то есть пустоветки, которые не привезут плодов, их надо удалить. Дурь собачья. Понимаете, в чем дело? Вот я взял свою фотографию, свежую. Ну, я стараюсь ознакомиться с новыми фотографиями. Вот. Видите? Вот он волчок. Это моя слива. Она прекрасно плодоносит. Она великолепная. Она даст мне ведра, ну пусть два-три, сейчас плохо видно это все. Так. Вот. И она уже дала вот этот волчок. Я сейчас, по идее, должен уничтожить. А приглядитесь, приглядитесь внимательно. Вот. Это дерево, оно настолько подвержено морозам, это роскошное сувенир Востока, роскошнейшее дерево. В Сибири вообще делать нечего. И она готовит замену. Я уже такие показывал фотографии, где уже вот тут вот отпиливал, потому что выше. Еще год-два, вот эта вот крона будет мертва. Но дерево будет живо. Вот за счет нее. А здесь идиотизм заключается в том, вот, что вот это вот написано. Удалить или укоротить? Пустые ветки. Да, она пустая. Посмотрите. Они что, не знают, что потом она даст боковые ветки? Вот это дурь, борьба с будущей кроной. Еще не все, там еще, я больше поиздеваюсь. Вот. Сильнее станут. Ух ты, бля. Все, я на мат перешел. Вот попробуйте вы вот все это проделать вот с этой грушей. Вот скажите на милость, на хрена бы я, видели, сколько там отрезано? Причем отрезано всегда, то есть они больше развиваться не будут. Вместо них одни раны. На хрена бы я вот это все уничтожал? Это дерево открыло мне глаза одной из первых. У меня таких примеров несколько. Я рассказывал. Три нарядные фильмы. Все это самое, были молодыми деревьями. Я начал тогда выживание, и не только тот персик уничтожил. Я уничтожил два таких дерева. Я с них срезал ветки, потому что у них бирка висела. Нарядные фильмы. Я знал, что не обману. Я знал, что у людей они будут прекрасно, кто умеет прививать, они прекрасно будут плодоносить. Великолепно. Все без обмана. А на этой бирке не было. Так она и ушла жить в это самое. Продолжать жить. И вот только на таких примерах я бы ее тоже бы уничтожил. Только, а это потом уже, это, ну, потомство вырастило. Еще есть помоложе парочка, и все. Вот. Места больше нет. Но вы понимаете, что вот вся вот эта дурь, вот та, которая выше, вот. Это предатели. Самые настоящие предатели. Еще не все, погодите. Вот. Это придумать такую же, на сайте. Вот. Присылают и говорят. Вот смотрите. Ведь это же, какая гигантская, вот нашел, гигантская работа проделана. по рекламе уничтожения деревьев. И вот я сейчас поприкалываюсь. Вот смотрите. Там были все варианты. Там даже Тимирязевка нашла 10 вариантов уничтожения этих веток. Ну, давайте. Итак. Вспомните этих самых. Платонова, которые с короговоркой убираем ветка, которые растут вниз, которые растут внутрь, которые от этих... и берет, и не то, что внутрь, а все подряд. До высоты головы и выше. Режет, режет, режет. Просто это. Но тут посерьезней. Вот. Но я так поприкал сейчас. Итак. Весна. Сейчас смеяться будем вместе. Прищипываем. Прищипываем однолетний побег. Чем стимулируем образование новых побегов. То есть отстать и распространенный прием. Он ничего не выдумывает. Тот, кто... Влада тоже слямзил. Вот смотрите. Раз. Видите? Это тоже вот квадратик. Это значит, он его перенес сюда. Ну, то есть в эту папочку. Бах. Вот. Видите? Я вот нажал. Нету. Вот так. Вот так он его и это делал. Вот так вот. Раз. А потом раз. Раз. И все. И у него получилось. И так стимулируется. Вот это он отрезал. И вот так вот. Вот так раз. И у него почему-то... И вот. Ну, если впереди зима, то вот это, вот это все должно было замерзнуть. Вот. Ближайшую зиму. Ну, а как иначе тут же дыра сплошная. Да? Ладно, не замерзну. И уже технологию, что с ней взять? Теперь. Вот эти обе пошли в рост. И тут я начинаю протирать глаза. Секатор взял. Вот он. Вот какой. Он не нижнюю отрезал, а верхнюю. Ничего не понимаю. Ведь там же было написано, что все ветки и на схемах, на всех схемах нижние ветки отрезались. Нет, он отрезал верхнюю. Видимо, он проводит стимулирование образования. Вот эту отрезал. Она у него стимулировалась и получилось две ветки. Видите? Две. А здесь без всякой стимуляции тоже две. Не отрезал. Пока что-то странно. И диаметр даже. Ух ты. Откуда узнать, что будет именно 50 у вас? Ладно. Дальше смешнее. Проводим укорачивание однолетних побегов, на которых образуется просто. Укоротил вот этот вот. Ну, укоротил, укоротил. Не знаю. Нижняя все еще жива. Жива. И, наконец, дала три груши. Ну, это образно. Может быть, 30 груш. Может, три. Правильно? Вот. Вот, пожалуйста. Давайте-ка посмотрим сюда. Заранее. Вот это другое дерево, наверное, для Днефимова. Молодое. Как-то ветки расположены неправильно. Ничего к его схеме не подходит. Ну, наверное, это ладно. Наверное, потому что я их не трогал. Вот. И вот он берет, когда вот эти ветки... А, еще надо еще одну фотографию показать. А, вот. А это как раз такой же этот, уклон. Вот она, вот. Мои груши. Лада. Вот. И вот, наконец, ну, это образно. Может быть, и подразумевается и одна, и пять, и двадцать пять. Вот. Просто нарисовал схематично. И теперь, когда она заплодоносила, внимание, он ее обрезал. Вот теперь, наконец, на четвертый год. Зачем? Зачем? Считаем. Полностью удаляем от плодоносившей трехлетней ветки на кольцо. И укорачиваем один из побегов замещения. Ну, тут, ладно, это еще не смертельно. Нахрена? Нахрена ты ее? Ты хоть, тут хоть где-то есть слова там стимулирования, видите, для стимулирования. Нахрена ты ветку целиком отрезал плодоносящую? Ты получил вот такую страшную рану, одну, вот здесь вот внизу ее не видно. Здесь же он оставил пенек, а пишет на кольцо. Ну, то есть, как бы, подразумевается, что целиком отрезал. Вот здесь одна рана, вторая. А кто тебе сказал, что вот эта ветка ближайшую зиму не замерзнет, и она станет основой скелетной веткой мощной? А кто тебе сказал, придурок? Я уже тебя по-другому не назову. Ну, ведь это же ветская причина, смертельная. У меня таких сотни фотографий, даже в моем саду. Ну, я резал-то со слезами на глазах. Тебя-то кто заставлял это делать? Ну, отплодоносил три года, а, нет, трехлетняя, ну, значит, отплодоносил первый год. Вот это вот наша действительность. Вот это вот, вот это вот, вот это вниз растет. Какое право ты имел расти вниз? На чём-то тебе груши надо. Вниз же растёт, ну чё? Меня хотел научить. А теперь ещё вот это вот. Очередная фотография, потому что на других я пример приводил. Дело в том, что даже не целиком отрезная ветка. Вот я одного понять не могу. Она-то на ней же листья для фотосинтеза, да, и для общего роста дерева. Ну, понятно, у нас какой пальцем пожертвовать? Вот сказать, это, вот его бы взять, этого, специалиста, в кавычках, так, вот, он такую подлость совершает, что его уже кроме как придурком нельзя назвать. Вот, положить ему десять пальцев, подойти с мясницким ножом и сказать, ну, сам реши, какой палец тебе отрезать. Вот, здесь пальцев лежит, вот, какой тебе отрезать? А? Нельзя отрезать этот указательный, он указывает, да еще на сука ковыряться можно. А? Вот тут истина бы выяснилась. Потом сказать, не подходи так деревь, придурок. Смотрите, вот это, вот, висит груша. Так. Вот это плодовое образование. Ну, она была больше всего похожа годом раньше, ну, на капицо, есть такое слово, капицо, да. Вот. и на нем должно за, ну, года за, я к чему говорю, я к тому, что вот той выше схеме, года за три, она должна дать раз, два, три, четыре, примерно пять, ну, может быть, плохо видно, шесть груш. А вот, некоторые дают сразу, видите, посмотрите внимательно, да, вот здесь хорошо видно плодушки. Вот на этой плодушке замечайте, раз, два, три. То есть, она грушу дала, еще три даст. Здесь, раз, два, три, а вот здесь целый пучок с одного места растет. Она может, это, эти все четыре листика, запомните, они выкармливают почку. Может быть, тут будет сгусток вот такой, вот такой, да, или вот такой. А может одна. Сейчас детали в эти даваться не будем. Я хочу задумывать эту речь, чтобы вы дослушали до конца. Обязательно дослушали. Вот. Теперь, это важнейший момент. Любой из вас, подходя, не дай бог, если у вас такой вырастет, вы ее тоже загубите. Объясняю. Вот здесь вот, никто не отрывает, потому что это нарядная фима, это осенний сорт, его нужно сохранить хотя бы на месяц. Осенний сорт, его нужно поберечь, чтобы кушать. Для этого нужно обязательно ее несозревшую. Она будет несозревшая, вкуснейшая, но созревательное дерево внутри будет черное. У вас получается выход какой. Вот здесь отломать, сгниет, согласны? Сразу. Отламывается именно здесь. Помните, подошел, рванул. Или, варианты, если она недоспелая, кто следит за этим? Бывает, целиком отламывается аж вот тут. Но, так как она на грани спелся, скорее всего, отломается тут. А вот здесь груши появятся только на следующий год. Причем не все. Допустим, это в 20-м году, это в 21-м, это в 24-м. Все! Но когда вы рванете, вот здесь появится страшная рана. Видите, какая она сочная? И больше эта плодушка, она зимой замерзнет и ничего вам не даст в ближайшие годы. Не в 20-м, не в 21-м, не в 22-м. Остается вариант. Ну, вариантов немного. Ну, ножничками, ножиком, ну, все ножничками, ну, секатором, чик, вот так вот. Это если хотите сохранить. Или, как я, видели мои фильмы, где груши лежат ковром гнивчие? Вот. Чтобы мне потом, да, ради своей правоты, ради своей правоты, где она делается-то? Вот. Мне нужно вообще ждать, пока каждый из них упадет. Прям портится на дереве и падает. Но это крайний случай. Я не ставлю задачу собрать груши, ведра и продать вам. Вот. Семечки продаю. Желающих много. Но как продаю? Как раз ножи полусгнившие. Так, теперь. Короче, вы поняли. Вот только и человек, который ничего не понимает с удовольствием, и вот таких сайтов тысячи. И мой утонул среди них. И мой фильм увидят сейчас. Через месяц-два будет 300-500 человек. Посмотрим. Все. Через пару месяцев. Вот. К сожалению, к огромному. Ну, давайте еще. Итак, самое страшное, что вот это вот снимание плодов это та же обрезка или облом, как угодно называйте. А уж тем более всю ветку убирать. Значит, вот таких прекрасных груш здесь должно быть 5-6. Ближайшие 2-3 года. Вот. И, кстати, и все. Поэтому никаких этих самых не может быть речи о грушах колоновидных. Вот. И груши кормят вот эти листья. Запомните. Будет карлик. Сколько на карлике плодов, веток, листьев? Соответственно, будет и плодов. Вот. А сказки это вам рисуют, рисуют, рисуют. Подлые фирмы. Бектер еще несколько. Подлейшие. Ладно. Ну, понятно. Как же без инструмента? Это все еще продолжается. Это вот, ну, вы видите, это наберите слово обрезка плодовых деревьев. И вы увидите вот это. Это человек слямзил с интернета. А зачем ему? А вот это, помните, вот это же, вот, я специально, почему, смотрите, как бы вам сказать-то, вот, умудриться, вот они, та самая, вот тут фамилию я забыл, и она ниже, да, ниже. Вот. умудриться вот так вот, друг у друга лямзить фотографии. И та, которая вот эти, миллион человек научила, она тоже, она не видит, что она калечит дерево, которое умирает и без того, которому подходить нельзя. И пошло-поехало. И вот это ради, вот смотрите, увеличить срок жизни дерева. Вот, идиотизм уже такой, но ведь, ладно, но он же у кого-то это в шлямзил. Увеличить срок жизни, вот это вот. Рано успеют дожить до начала загородвижения. И никогда вообще не заживают. Это в этой самой, третьей зоне, где 90% удач. Они вообще не заживают. Не то, что, ну, как когда, до начала движения, Зимой, что ли? Ну, зимой они, нет, они вообще не заживают. Получается, за неделю до, сокодвижения сделал, и оно успеет зажить. И, наконец, это, этот, папочка, это, еще его. Вот тут вот мне надо было, помните мой кукиш, когда я рассказывал про это, про богоискальскую тему было? Вот здесь надо было, вот тут вот, или попросить такого знатока, как Сафрон, он бы прямо здесь бы, прям вот взял бы, вот тут кукиш бы, нарисовал вот. При подготовке, вот так, большой кукиш. Это еще не все. Вот, видите, это еще, все, все тоже. И вот, наконец, оценили. Видите, аж один человек оценил. Если, а та дама миллион научила, вот это еще один, а потом будет еще, и еще, вот. И никто из этих самых, садистов никогда не откажется от этого. Никогда. Почему? Потому что они не вырастили ни одного дерева. И вот это вот, не от человека, который растил, это тоже из интернета. Вот, видите, вот, это тоже из интернета, рисуночек. Вот. А вот это я взял уже по другой теме. Помните, эта тема была? Что мы садоводы с голыми задницами. Вот. И, то есть мы имеем в виду, как, как бы сказать-то, ну, что если вот так вот дальше пойдет, вот, вот всех говорят, ну, вот сколько мне земли надо, чтобы мне, я, сад меня кормил. Да если вот так, то и 10 гектаров не прокормят. Вот тут у него пять звездочек, ему большой бакутиш, смотрите. Вот. Но эта дама, еще раз, не порнография, книга из библиотеки. Вот этот калаш, смотрите. Вот это видите? Это с мертвого дерева я спил, спил сделал. Вот она, бывшая рана на кольцо, вот она дерево, вот. Вот это все нас ждет. Она, ладно, она хоть за то, что ее сфотографировали, деньги получила. А у нас, кроме убытков. Что я скажу человеку, который, это, которому сказал полушетя, полушетя, надо как минимум гектар. А результат? Голую задницу, я надеюсь, вы на ней не обидели, за вот такие вот эти, образные самые. Яблони посади, рак соживет. Так, простенько, простенько, что такое селекционное клонирование, которое... это... Продолжение следует...